Твое образование. Я знаю, что ты закончил МФТИ 14 лет назад. Вот в стейпике, например, чтобы совсем не было скучно преподавателю, на камере стояла фигурка Омнома, ну, это зеленая лягушечка. Прочитал там курс, который, ну, вот, не то чтобы влек в основу того, что я сейчас веду в отусе. Ну, как раз таки я хотела бы остановиться на этом опыте, на опыте преподавания в Испании. И вот этот подход изучить за три недели, он реально очень хорошо зашел. Многие не хотят там тратить пять лет, ходить в университеты. Задача университетского образования сделать, ну, тебе некоторую широту взгляда, но это она университетская. Какие вообще тенденции сейчас IT-рынка в России? Всем привет, меня зовут Вика, вы смотрите Прокблог ТВ, канал о карьере в IT. Я вещаю с Кремниевой долины, но далеко не все самые интересные собеседники и талантливые программисты находятся здесь. Хорошо, что в современном мире расстояние это не преграда, и я могу вас познакомить с Виталием Чибриковым, преподавателем, программистом и сооснователем онлайн-школы по программированию ОТУС. В этом выпуске мы поговорим об онлайн-образовании, о его перспективах для программистов, а также постараемся ответить на вопросы, могут ли онлайн-курсы заменить университетское образование и как повысить эффективность онлайн-обучения. Во второй части интервью мы поговорим о главных тенденциях российского IT-рынка и о требованиях крупных IT-компаниях в России. Ну а теперь выходим на связь с Москвой. Привет, Виталий! Рада установить связь с Москвой. Я думаю, что сегодня у нас получится интересное видео. Обычно у рекрутеров американских есть вопрос «Tell me about yourself». Ты сейчас не ищешь работу и скорее помогаешь находить её другим, но мне всё-таки хочется попросить тебя рассказать о себе, о твоём пути в программирование и сейчас где ты есть. Да, хорошо. Привет, очень рад тебя видеть. Смотри, давай я начну сильно издалека, ещё, наверное, с советских времён. Первый мой компьютер был... Ну, мне отец купил его в подарок. Когда мне было 7 лет, это был Vector 0.6c. И на нём, на Basic 2.11, мы с ребятами пытались писать игры. То есть первый мой опыт, в общем, он начался в те времена ещё. И, ну, к настоящему моменту я могу, наверное, сказать, что я по... Так получилось, что я по образованию математик, по профессии программист. А вот последние несколько лет ещё, кроме всего прочего, преподаватель, ну и директор компании. Вот за это время мне посчастливилось поработать сначала математиком и физиком, математиком и химиком, а потом прикладным математиком и программистом, а потом всё больше программистом. В большом количестве замечательных проектов мне удалось попасть в совершенно волшебные команды разработчиков компьютерных игр. Сначала в Невале, потом в Mail.ru и, ну, работать над крупными проектами российскими, над Skyforge и над лодами онлайн. И там, и там я работал в серверной команде и большей частью писал на Java. Кроме этого, уже в Mail.ru узнал о дружбе, собственно, компании и университета Баумана, и там присоединился к проекту Technopark, в котором мы, как специалисты компании, учили студентов программировать. У меня был курс, опять же, по Java. Я с большим удовольствием три года рассказывал ребятам, как писать сервера на Java, игровые сервера на Java. Собственно, сама задумка была как раз, что знаешь, а то мы рассказывай. Ну и вот это, что знаешь, а то мы рассказывай, оно у нас, наверное, будет с собой сегодня основным мотивом вообще всей встречи, потому что вся дальнейшая деятельность, она, в общем, моя учебная, она вот построена вокруг этого. И сервис, который я сейчас запустил, в котором мы предлагаем ребятам поднять свой уровень знаний, он, в общем-то, тоже построен вокруг этой идеи. К нам приходят специалисты. Специалисты днем работают над какой-то задачей. Ну так, утрируя, но практически так. А вечером студентам рассказывают о ней же, ну, фактически делясь своим опытом. То есть не столько занятия, сколько вот предложения поговорить о какой-то практической задаче. Да. Действительно, тема образования, особенно онлайн-образование, это сейчас очень актуальная тема. Многие не хотят тратить пять лет ходить в университеты. И считают, что все можно освоить достаточно быстро. У меня действительно очень разные были герои. Герои, которые осваивали программирование так или иначе по Ютубу. Кто-то занимался на каких-то онлайн-курсах. Но хотелось бы немножко заглянуть в ту сторону. То есть посмотреть, как это все происходило. Твое образование. Я знаю, что ты закончил МФТИ 14 лет назад. То есть, в принципе, наверное, говорить сейчас о том, как у вас была построена программа, что вы изучали, это немножко неактуально. Но, тем не менее, все это время, вот как ты только что рассказал, у тебя так или иначе было связано с тем, что ты преподавал. Сначала ты преподавал какие-то сторонние курсы, да, а потом сейчас у тебя уже своя онлайн-школа. Давай тогда, ну, немножко еще раз напомни список вот тех курсов, которые ты ввел. С чего вообще началось? С большим удовольствием. Я могу начать, наверное, даже как раз со времен студенчества. Ну, собственно, первое. Точнее, даже, наверное, еще раньше. У из тех есть заочная школа. Ну, как мы понимаем, заочная – это вот прообраз тех, заочная тех времен, это вот 90-е годы еще. Это такая заготовка для онлайн-курсов. Ведь, в общем-то, тогда мы получали домашние задания по почте, ну, специальную методичку, там, выполняли задания в тетрадочку. Тетрадочку тоже отправляли по почте. То есть, в общем-то, практически то же самое, но только вот без вебинаров. И я учился как раз в такой заочной школе физтеховской. Собственно, в основном, наверное, поэтому-то и поступил тогда. И продолжая, ну, как учился, и все, кто учились, многие, по крайней мере, кто так учились, они, приходя уже студентами в университет, записывались преподавателями сами. То есть, я начинал как преподаватель, как преподаватель математики в заочной школе. Ну, и, собственно, при ней же был отдел вечерней школы, такая очень заочная получалась. Я учил школьников математики два года. Ну, то есть, это школьная математика плюс некоторый уровень поглубже. И вот это вот ощущение, особо приятное ощущение, которое можешь получить, когда учишь кого-то, когда рассказываешь, видишь, как люди начинают понимать какие-то интересные вещи, потому что ты им рассказал, оно вот с тех времен осталось. И вот когда я говорил только что, что уже в Mail.ru я узнал, что Mail.ru собирается вести курсы, это получилась как-то счастливая случайность сразу с двух сторон. То есть, в мейле решили, что надо делать курсы, а я параллельно с этим решил, что я хочу преподавать снова. То есть, это действительно было, ну, то есть, вот оно действительно вот так совпало, практически вот в один год. И я пришел туда преподавателем на Java. Собственно, что умел, то и начал рассказывать. Я помню, как на первом занятии организатор всего мероприятия пришел послушать, как он приходил на первое занятие своих специалистов, потому что мы же не преподаватели, мы просто специалисты. Просто послушать, посмотреть, насколько все будет плохо. И я просто начал громко говорить. Вот как я студентам, школьникам еще рассказывал, я вот так же просто встал и стал студентам рассказывать. И сразу было видно, что он не понимает, что я говорю, ну, организатор со стороны компании, но он успокоился, что, по крайней мере, вот темп занятия идет хороший. Что уверено. То, что я тогда студентам рассказывал, я потом переписал четыре раза. Мы меняли местами модули всевозможные. То есть у нас было, ну, если прям вдаваться в подробности, у нас тема многопоточности в Java кочевала между, вот по курсу от самого начала до самого конца и обратно. Вы решали, то ли в начале рассказывать, то ли в конце рассказывать. В общем, получался курс разный от месяца, от полугодия к полугодию. И вот так было, собственно, шесть прочтений курса в технопарке. И есть примеры моих занятий сейчас в Ютубе. Можно найти их, посмотреть. Собственно, можно набрать чибрик в технопарк Java и вот точно получишь ссылку на пример этих занятий. Попутно те же ребята, которые организовали технопарк, мне предложили записать видеокурсы. Сначала в интуите, потом в степике. Но это уже не занятие со студентами, а это когда приезжаешь в студию, собственно, включаешь камеру и на камеру начитываешь. Вот в степике, например, чтобы совсем не было скучно преподавателю, на камере стояла фигурка Омнома. Вот эта зеленая лягушечка. Чтобы можно было хоть кому-то, чтобы рассказывал, чтобы не совсем в пустоту, а чтобы как будто тебя кто-то слушает. Вот. Тоже был очень интересный опыт. Попутно к степику я еще написал некоторых относительно сложных на тот момент роботов, которые домашние задания проверяли. Мне совершенно не сложно. И я считаю, что это правильно, если я буду упоминать вот ребят со степика с интуиты, которые мне тогда помогали. Потому что мы с ними дружим до сих пор. И кроме того, еще и в JetBrains, ну, собственно, который появился изначально, в котором изначально появился степик, я еще год работал. То есть, в общем-то, все друг другу так или иначе и в программировании, и в образовании, ну, в Москве, по крайней мере, хорошо знают. И уже после, прямо непосредственно перед отусом, после степика, мне еще предложили съездить прочитать курс в Harbour Space в Барселоне. Ну, то есть, уже такой коммерческий европейский университет. Вот. Вот прочитал там, я, ну, если будет интересно, я подробнее расскажу. Там есть интересные особенности у них. Прочитал там курс, который, ну, вот, не то что влек в основу того, что я сейчас веду в отусе, но у меня есть даже некоторые, ну, то есть, многие наработки, которые я тогда для Harbour Space подготовил. Вот я их сейчас до сих пор использую. Ну, с поправками технологий, конечно. Да. Ну, вот как раз-таки я хотела бы остановиться на этом опыте, на опыте преподавания в Испании. Но хотела бы его, так, обсудить с точки зрения, вот, в разрезе сравнения российского образования и европейского, испанского в частности. Есть ли какое-то отличие? Вот. Ну, в любом случае, я так понимаю, что когда ты преподаешь, все равно есть некоторые структуры, которые тебе, какие-то рамки, может быть, тебя загоняют, там, не знаю, университет, может быть, государство. Есть ли отличие? Расскажи об этом. Ты знаешь, это хороший вопрос, интересный. Я вот с какой стороны зайду. Университет в Испании был коммерческий. Программу они мне не, ну, как, скорее всего, даже не проверяли. То есть, они сказали, нам нужно занятие, вот, 15 занятий по джаве. Мы знаем, что ты умеешь, подготовь, пожалуйста, и проведи. Особенность, вернее, особенность там была в формате. Если у нас принято курсы вести параллельно в течение семестра, то есть, ты в течение семестра параллельно берешь сразу там 5-6 курсов разных, то там все было построено на, ну, как, гастролирующих преподавателях. Ты приезжаешь туда, читаешь 3 недели непрерывно, ну, с выходными, понятно. То есть, 5 дней, потом перерыв, 5 дней, еще 5 дней. И таким образом, вот эти 5-15 занятий, которые они заказали, они уложились 3 недели. То есть, это был полноценный курс, семестровый курс. Он по мощности был чуть больше, чем то, что было семестровый в технопарке. Но при этом мы его уложили в 3 недели. И попутно с этим ребята больше ничего не учили, никаких других курсов. То есть, вот, к ним приезжал преподаватель, читал свои занятия. Собственно, потом был небольшой перерыв, приезжал следующий, читал еще 3 занятия. И вот у них курсы складывались не из семестрового, который ты вот параллельно изучаешь, а курсы вот такие последовательные, один с другим. Я с таким форматом встретился первый раз. Это было очень интересно. То есть, ну как, у тебя 3 недели, ты как с утра проснулся, погулял по городу, сходил, прочитал занятия, пообщался со студентами. Собственно, дальше пошел обратно гулять по городу. И вот так вот, ну, как курортный город, весна. Вот, там было очень здорово. Про студентов, должен заметить, интересно, что, ну, они знали программирование, в принципе, программировать-то умели у меня. Но Java, они, на Java никто не писал до этого. И вот этот подход изучить за 3 недели, он реально очень хорошо зашел. То есть, к концу, ну, проект, конечно, мы никакой выполнить не успели, потому что на проект нужно еще время, и все-таки надо заниматься. Но, ну, как бы, мне бы даже не стыдно было их рекомендовать потом куда-то на джуниоров по Java. То есть, вот, ну, 3 недели изучи язык и платформу. Ну, и на самом деле очень хорошо зашло в них. Если продолжать эту тему сравнения университетов, мне кажется, что здесь нужно сравнивать даже не столько по странам, сколько по легкости, ну, по легкости изменения или сложности утверждения программы. Что много есть проблем в больших университетах в том, чтобы утвердить программу образования. То есть, языки сейчас, технологии меняются слишком быстро, чтобы, ну, проходить какую-то сертификацию в тот момент, когда утверждишь программу официально, ну, допустим, через какой-то университет. Вполне может оказаться, что она уже устарела. Здесь, я думаю, проблема, ну, или не проблема, а особенность, скорее, в этом, не территориальная, а именно в том, ну, насколько официально должны быть подтверждены те темы, которые ты собираешься рассказывать. Вот. У меня как-то вот всегда было по счастливой случайности, может быть. Может быть, везет просто. Мне никогда не приходилось в своей программе ни у кого утверждать. То есть, мне предлагали темы, я какие-то принимал, какие-то говорил, я про них не смогу рассказать. Хорошо, давайте я вот что-нибудь другое расскажу. И вот это как раз заходило отлично везде. Фактически, вот у меня следующий вопрос был о том, насколько IT-образование, во-первых, успевает за теми тенденциями, которые диктует IT-рынок, да, и может ли IT-образование в онлайн заменить университетское? Вот такие два вопроса. Ты знаешь, все-таки мне кажется, это... Давай, это разные вопросы, давай тогда по порядку. Я, наверное, начну со второго вопроса, потому что мне кажется, что сравнивать сложно, и нельзя сказать, что одно заменит другое, потому что это все-таки немного разные вещи. А университетское образование, задача университетского образования сделать, ну, тебе некоторую широту взглядов, но это университетское. Кроме того, хорошие университеты, ну, те, которые, по крайней мере, поддерживают компьютер-сайенс программы, они еще обязаны дать хорошую математическую подготовку. То есть, их задача не столько научить программировать, не столько научить технологиям, сколько подготовить тебя к тому, что ты сможешь, ну, собственно, влиться в коллектив разработчиков, чтобы говорить с ними на одном языке, и, ну, быть готовым освоить изменения этих технологий, как оно интенсивно идет. То есть, вот это задача университетов, на мой взгляд. И, в общем-то, хорошие университеты, ну, московские хорошие университеты, они с этой задачей справляются. То есть, здесь я могу сказать, что, ну, то есть, у них нет задачи подготовить человека сразу, вот, подготовил вы в продакшн? Да. Такого нет. А вот дать человеку представление о том, кто такой разработчик, как должна быть устроена голова у разработчика. И примерное представление о том, на каком языке они говорят, разработчики. Здесь уже можно, потому что там все-таки, ну, чуть как-то есть, по крайней мере, уже классические знания в программировании, в разработке программного печенья. Есть уже алгоритмы, известные алгоритмы, по которым должен работать хороший софт. Есть представление об архитектуре, паттерны проектирования, представление о способах разработки. И, в принципе, вот им подходом, ну, дать культуру как раз университеты, им научить могут, университеты могут к этому подготовить. А вот дальше наступает интересное, что здесь, собственно, выйдя из университета, человек обладает вот этой нужной культурой, но ему может не хватить уже прямо конкретных знаний, которые нужны на месте. И вот как раз они-то и изменяются интенсивно, и вот их как раз хорошо подбирать потом на всевозможных онлайн или видеокурсах. То есть здесь уже университет не поможет, потому что у него такой задачи, он не успеет. Опять же, вот то же самое утверждение программы, ему не даст это сделать. А онлайн и видеокурсы, ну, собственно, вот те самые, на которых специалисты делятся с тобой опытом, это вот то самое, вот то, что тебе нужно для того, чтобы подтянуться уже для работы. Здорово. Ну, а какие вообще тенденции сейчас IT-рынка в России? Ты знаешь, я могу, наверное, зайти вот с какой стороны, как уже, наверное, как директор компании. Я же запускаю, мы же запускаем курсы, IT-шные курсы в основном, и мы, собственно, видим, какие хорошо идут аудитории, и какие идут похуже. И здесь я должен отметить, что, в общем-то, ну, то есть, наверное, новости не будет, что лучше всего идут серверная разработка сейчас. Технологии, связанные с серверной разработкой. Java, Python, PHP, Python для веб-разработчика, вот эти. Хорошо очень идет DevOps, то есть такая хайповая тема, перестрой свою компанию на DevOps, узнать, что это такое, плюс еще, как следствие того, что у нас большая популярность сейчас перехода на облачные вычисления, ну, вот эти технологии хорошо-хорошо идут. А на удивление, ну, как на удивление, приятное удивление, хорошо идет C++, причем мне кажется, что он, в общем-то, во всем мире такой ренессансу C++ наступает, может быть, даже он отвоюет себе еще больше, вернет себе лидирующие позиции. А хорошо идет фронтовая разработка, ну, тоже, собственно, неудивительно, если есть бэк-разработка, то должна быть и фронт-разработка. Вот. Ну, вот, наверное... А, машин-ленинг, конечно. Data science, машин-ленинг. Здесь без этого сейчас вообще никуда. Да, вот, наверное, вот это. Ну, и вот по этому срезу я могу предположить, что если люди хотят в этих направлениях учиться, то это означает, что есть и спрос на специалистов хорошего уровня в этих же областях. Ну, наверное, вот так я бы ответил. Интересно. Ты преподаешь Java. И преподавал все вот это, весь твой опыт. Ты тебя, Java. Почему? Ты просто себя чувствуешь уверенно в этом? Или ты какие-то перспективы осознанно? У меня, наверное, Java головного мозга просто. Здесь надо, опять же, вспомнить, наверное, предысторию. Я долгое время писал на C++. Собственно, у меня был стек технологии C++ и, собственно, C Sharp. Ну, это вот в районе 2006-2007 года. И я, вот, опять же, к счастью, обнаружил, что компьютерные игры можно не только играть, их можно еще и писать. И что есть компании, которые их пишут, и они вот рядом, и туда можно прийти и устроиться. И я попал на собеседование в Невал тогда. Ну, собственно, один из, наверное, известнейших российских разработчиков. То есть, там, Алоды, Алода Онлайн, Блицкриг, Демиурги. Ну, много замечательных проектов. Герои пятые. Вот. И они меня собеседовали по C++. По C++ решили, что я так себе. А вот очень хорошо, тогда было очень популярно почему-то спрашивать на собеседованиях логические задачки всякие. Ну, там вот, улетит ли утка, если за ней лиса по берегу бегает, вот, проведи грузовичок по горам. Вот что-то вот такое. То есть, вот, в те времена это было очень популярно. К счастью, сейчас так уже почти не делают. Но тогда я вот по этим показателям очень хорошо прошел. И они меня, собственно, с опытом C++ и C Sharp позвали к себе. Первый день я выхожу на работу. Мне говорят, ну, вот ты знаешь, вот у нас сервер на Java. В нем ресурсная система, и что-то в ней не работает. Давай ты починишь. Это первый день был мой знакомство с Java. Собственно, на ней уже написан сервер, который не работает, ну, или плохо работает. И его надо было починить. Ну, видимо, я тогда так хорошо впрягся, потому что очень хотел с ними остаться. Что, да, за месяц-полтора я и Java освоил, и сервер починил, и еще дописал им еще сверху. Ну, то есть, получилось хорошо. Наверное, в тот момент как-то вот так прикипело к языку, что я с тех пор вот практически все только с ним у меня и связывал. А как думаешь, почему Java так долго остается вот самым популярным языком для серверной разработки? Ты знаешь, давай я опять тоже зайду чуть-чуть еще больше издалека, потому что на этот вопрос сложно ответить, не отвечая на вопрос, а почему Java стал языком для серверной разработки? Да, да. Потому что если мы вспомним историю, то на Java в 90-х писали аплеты. Это такие приложения для браузера, которые вот еще до Java Script Act надо было скачивать. Это какая-то хтоническая древность. Я последний аплеты видел, наверное, лет 7 назад. Вот. Потом на Java писали приложения для мобилок. И это вот не смартфоны, нет. Это вот те самые мобилки с кнопочками такие. Вот на них же можно было уже играть и писать приложение. А потом вдруг совершенно внезапно вот оказалось, что давайте мы на Java еще будем писать сервера. Ну, вот такой очень странный переход. Аблеты, мобилки, а потом сервера. А теперь вот еще и очень хорошо начинается, ну, то есть хорошо идет Java для облаков. То есть пишем для больших кластеров приложений. Вот на них у нас там Java. И мне кажется, что здесь ответ следующий. Когда проектировали язык и платформу, в него заложили две ключевых особенности, что можно запустить промежуточная компиляция, специальный байт-код, который можно потом запустить где угодно, где есть виртуальная машина. То есть Java совершенно спокойно работает и на суперкомпьютерах приложения, и теоретически должно также хорошо заработать в парковочном автомате. И второе – это сборщик мусора. Кроме того, вот эта вот история, что популярно он попал, язык попал своими возможностями, попал в нужный период времени. Аблеты, потом мобилки. И накопилось, появилось сообщество Java. То есть было много разработчиков, которые язык знают. Появился вот этот процесс добавления реквестов от сообщества. То есть вот путь разработки самой платформы Java, он стал контролируемым сообществом. Сообщество было большое. Плюс пятая версия хорошо зашла, добавила замечательные вещи, которые как раз были полезны для серверов. И плюс появилась необходимость эти серверы писать. Ну и в тот момент, собственно, Java пошла как язык для серверной разработки и до сих пор ей остается. Но давай я здесь вот еще важный момент отмечу, что несмотря на то, что я Java-разработчик, я не считаю, что Java как язык для серверной разработки можно использовать для всех серверов. То есть это покажется несколько, может быть, противоречивая мне сейчас я поясню. То есть отличный язык для разработки сервера, но есть сервера, которые не надо писать на Java. Я знаю, что, например, в том же в мейле, в букинге, отлично заходит не Java для их серверов, и они довольны. И это правильно, потому что у них задача, у них здесь особенность вот какая. Когда ты выбираешь для себя язык, на котором делать свое решение, и думаешь Java там или, допустим, назовем это так условно, скриптовые языки, выбираешь что, надо подумать о том, где у тебя данные. Если у тебя стоит в базе, а вокруг стоит там фронт, сервер тир-один, потом, может, какие-то бизнес-флогики, потом база, и, собственно, все остальное легкое, все только в базе у тебя находится, то тогда тебе Java не нужна. Она для этого будет слишком медленная. Там отлично подойдет скриптовый язык. Я видел, у тебя была передача с парнем из букинга, я думаю, вы об этом уже поговорили. Вот, об особенностях. И, а вот если у нас игра, онлайн-игра, я имею в виду, не обязательно игра, где эльфы бегают, стреляют из луков, в гоблинов. Это может быть игра на фондовом рынке, например. То есть вот какая-то игра, где есть стейт в памяти, где пользователи взаимодействуют друг с другом. И если вот это нужно, а еще если нужно хорошенько его как-нибудь по кластеру разбить, там по разным нодам растащить, вот распараллели все это дело, но стоит, чтобы остался, чтобы он в памяти висел, чтобы он не только в базе был, чтобы на сервере происходили какие-то события. Ну, то есть вот смотри, пользователи бегают по игровой карте, над ней встает солнце. Никто из пользователей реально не является триггером для появления солнца. Нет, оно само встает. И вот если у нас есть вот такие, если есть требования к системе, чтобы такие события происходили, то Java отлично подойдет для этого. Как серверный бизнес. Ну, давай вернемся все-таки к онлайн-образованию. Это очень интересная тема, актуальная сейчас. Еще раз повторюсь, но есть одна проблема в онлайн-образовании. Очень часто люди не заканчивают курсы, которые берут. Вот, по крайней мере, я часто такое встречаю. Мои знакомые берут курсы на Курсере, и потом раз их не заканчивают. Возможно, это касается бесплатных курсов исключительно. Есть ли какой-то совет от тебя, как от человека с большим опытом? Я уверена, что не только в преподавании, но и в изучении. Как доводить курсы до конца? Смотри, начну... Давай с двух сторон зайду. Во-первых, то, что ты собрался что-то учить, должно быть, ну, поступком осмысленным. Нужно понимать, зачем ты это делаешь. То есть, если курс, который ты собираешься пройти, позволяет тебе увеличить свое value, допустим, на рынке, ты понимаешь, что ты его взял, и тебя там в лучшие места пригласят. То это одна история. Если ты просто набираешь курсы на послушать, то это другая история. Поэтому вот у нас же в Отосе курсов на послушать практически нет. Мы говорим, приходи к нам, мы вот это тебе расскажем. Ну, один из наших специалистов тебе это расскажет. И ты сразу же после этого можешь сходить к компаниям, с которыми мы договорились, чтобы они тебя пособеседовали. Ты можешь даже не принимать от них офферы. Но ты их можешь получить, и, собственно, сразу почувствовать, что твоя ценность выросла за счет того, что ты вот эти офферы получил. То есть, это осознанность взятия курса. И как результат у нас по статистике до конца доходит половина. То есть, у нас пятимесячный курс довольно большой. Платный курс. И, ну, у нас вот, если мы 60 человек набрали в группу, то 30-35 на выходе останется. Может быть, не все из них будут делать все домашние задания. То есть, где-то там 2 трети студентов реально занимаются именно по домашним заданиям. Но именно вот в формате занимаюсь и дошел до конца, ну, больше половины. И мне кажется, здесь как раз вот ставка именно на осознанность. А второе, ну, как бы это странно у нас не звучало, это действительно платность и бесплатность курсов. То есть, если ты понимаешь, зачем тебе это надо, ты готов за это деньги свои заплатить, то поэтому эти деньги тебя будет некоторым образом держать. И здесь я могу рассказать свой пример. Я брал курс на Курсере. Там можно купить диплом за деньги. То есть, насколько я помню, там можно учиться бесплатно. Если ты хочешь сертификат, ты должен какие-то деньги заплатить. Да. Сертификат это мне совсем не нужен. Как сертификат. Ну, то есть, собственно, сертификат, потому что я прошел у ЛИНГ курс по машинному обучению. Он классный. ЛИ классный. Мне он очень нравится. И, собственно, сертификат, в общем-то, ну, как бы, я не повесить его особенно некуда. Но мне очень понравился преподаватель. Я подумал, что я этому парню хочу дать денег, потому что он классный. И купил у них сертификат. Это было до половины курса. А потом я как-то был сильно занят. Но вот то, что я купил сертификат и ЛИ классный, оно меня держало. Я продолжал учиться дальше. Да. Вот. Ну, это действительно так. Я думаю, что это важный показатель того, что... Но вопрос в том, вот ты говоришь, несмотря на то, что там платно, бесплатно, но тем не менее, есть студенты успешные, есть студенты неуспешные. Можешь ли ты вот охарактеризовать, кто такой успешный студент? Помимо того, что у него есть некая осознанность, как мы поняли, что... Какими качествами он еще должен обладать? Угу. Успешный студент. Ты знаешь, по моему опыту, ну, я помню, даже не... Я же с ними вживую это не встречался, я помню только никнеймы, я же с никнеймами общался. Помню ники людей, помню их вопросы в чате, помню их выполнение домашних заданий, как они их делали. У меня были ребята изначально сильные, которые доходили до конца. Были ребята, которые изначально сильные, которые до конца не доходили. Собственно, были ребята, которые слабые и не доходили. И вот, наверное, самое интересное, это те, которые слабые и дошли до конца, и видно было просто, что реально очень большой рост прошел у человека за этот курс. И мне кажется, что здесь вопрос в желании. То есть, нет такого, чтобы, ну, какая-то вот особенность или черта или склонность определяла, будешь ты хорошим студентом или в конечном итоге будешь ли ты хорошим разработчиком. Все упирается в желание и, ну, желание работать, желание учиться и желание трудиться. То есть, вот это тебя доведет к успеху. Ну, по крайней мере, вот те опыты, тот опыт, который у меня есть, вот у нас это правда. То есть, здесь, ну, смотрите, опять же, вот, если считать успешным того, кто закончил курс, а потом пошел и нашел хорошую работу, то работодателю, вот зайдем с другой стороны, а работодателю какой резон приглашать выпускников курсов? Ну, в принципе, они же могут и так прийти, и до курса, а здесь появляется интересный момент, что работодатель знает нашу программу, многие из них участвовали в ее составлении из тех компаний, с которыми мы дружим, и они получают от нас подтверждение, что этот человек готов в течение, там, четырех-пяти месяцев держать вот эту нагрузку и вот эту технологию, стек-технологию выучить. И это многое говорит о том, кто к ним пришел, что, в общем-то, если он был, есть шанс, что если он был успешен в самообучении, обучении на курсах, на видеокурсах, вот у него есть желание, то он и на работе тоже будет не менее успешен. Таких людей хорошо берут к себе потом на работу. Ну, а с вашей стороны, есть ли какие-то методики, которые позволяют быстрее учиться, например? А, хорошо, вопрос. И я особенно много о нем думал, когда, думаю и продолжаю думать, когда веду тему про проектирование и паттерны проектирования. Gang of 4 оставил нам 20 паттернов. Собственно, способов организации кода. Так, от относительно низкоуровневых до относительно высокоуровневых. И, ну вот, я считаю, что разработчик, хороший разработчик должен их помнить. Ну, по крайней мере, уметь перечислить, если не все 20, то хотя бы, не знаю, 10-15 назвать. И потом еще диаграмму нарисовать, а хорошо бы, если еще и в коде использовать. Можем поспорить о том, зачем это надо. Студенты периодически пытаются спорить, я их подвожу к мысли, что это язык. Что, зная вот эти названия и о чем они, программисты могут легче друг с другом общаться, потому что они могут емко обозначить какой-то определенный подход. Я говорю, я вам здесь буду использовать обзорвер. И все сразу понимают, что здесь будет обзорвер. Вот. И их просто так взять и выучить, ну, редко кто не на курсах, а сам по себе садится, начинает их осваивать. То есть, здесь нужно, ну, как-то, чтобы тебя кто-то подтолкнул. Для большинства нужно. Вот как, я даже, возвращаясь к вопросу о том, есть ли какие-то советы, как быстрее учиться. Я пришел, может быть, к парадоксальному выводу, проводя занятия, что кроме популярного сейчас повсеместно всеми предлагаемого варианта выполняете практические задания. Все говорят сейчас, чтобы быстрее научиться, нужно на практике попробовать что-нибудь поделать. Это абсолютная правда. Но вот когда мы подходим к тому, чего много, и что надо бы вот за раз не освоишь, а надо как-то системно подойти к этому, те же 20 паттернов, например. Здесь отлично срабатывает предложение запоминай. Сначала запомни название паттернов по группам, потом запомни диаграммы, то есть просто с утра вставай, запоминай, повторяй, что ты до этого, что ты вчера выучил. И вот так регулярно в течение некоторого времени. То есть вот то, что, ну как, классический способ к изучению. Сначала запомни, потом разберись. Как ни странно, он в половине случаев действительно работает. То есть просто если тебе нужно освоить какую-то сложную вещь, сначала выучи содержание. То есть открываешь учебник, первым делом запомни содержание, чтобы ты могла закрыть этот учебник и по памяти содержание назвать. А потом выучи содержание каждого из разделов. Ну а потом выучи содержание каждой из темы. И все, и ты учебник будешь помнить. Потом, если еще и попрактиковаться, то уже отлично ляжешь. Уверена, что сегодняшнее интервью с Виталием стало для вас ориентиром и прояснило многие вопросы в выборе пути входа в программирование или повышение своей экспертизы. Напоминаю, что в описании к этому видео находится ссылка на онлайн школу ОТУС. Они сейчас проводят набор на курс Java-разработчик. Этот курс предназначен для тех, у кого уже есть некоторое знание Java. Ну, а проверить свой уровень знаний Java вы можете там же. Ссылочка также в описании, где будет располагаться тест, чтобы вы понимали, подходит вам этот курс или не подходит. На следующем видео мы снова встречаемся с Виталием и будем уже обсуждать тенденции российского IT-рынка и требования кандидатов крупных российских IT-компаний. Если вы не подписались на канал, обязательно сделайте это. Встречаемся в следующем выпуске. Всем пока. Отличаются ли требования таких компаний кандидатов от компаний, которые работают непосредственно на российском рынке? Я бы не сказал, что тот же Яндекс сильно отличается по требованиям от Липам или от Липсов. Яндекс, Headcounter, Абитал, Амода, Тинько, Сбербанк, Липсов. И еще много Галлок. И еще да, множество, я уж не буду все перечислять. Эти-то знания хорошо бы на самом деле получать в университетах. Какой разработчик будет успешен в собеседовании в этих компаниях? Хороший разработчик это тот, кто может писать понятный код. Код, который может почитать не только он сам, но еще и его коллеги и он сам через пару месяцев. В российских компаниях не спрашивали еще по алгоритмам и структурам данных. Как сейчас обстоят дела? Все стало значительно лучше. Если бы тебя сейчас спросил твой знакомый, незнакомый, неважно, человек, который только посматривает в сторону программирования, какой язык ты бы ему посоветовал для начала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok